Кто уловил в Матрице? О чем этот фильм? Кто эти люди? Мохи, Успифи, Финити, Сайфи? Кто они? Ну, по сути, там Нео, наверное, со своими демонами борется. В принципе, это все пусть одного. И вы обратили внимание, он мистер Андерсон в Матрице, пути он Нео, а дальше он взаимодействует с частотами самого себя. Потому что Сайфир – это его эго, это то, что придаст. То есть вот эта личность, которая всегда хочет свернуть, которой хочется вот этот жирный стейк в Матрице. Все предательство, оно начинается с самого себя. То есть это не несколько людей, и Нео в том числе. Это он, который взаимодействует с разными ипостасиями, с разными частотами себя. И заметьте, там есть Морфиус, есть Пифия. Морфиус – это что? Это как внутренний голос. Голос. Как суть, которая ждет. Ну, приди ко мне, я верю в тебя. Так. А кто Пифия? А Пифия, она очень интересная. Я раньше, когда смотрела, не понимала эту сцену. В этот раз тоже как будто бы до конца не прочувствовала. Но было такое, что она как разговор с самим собой, что ли. Она его немножечко раскачала и дала ему самому пережить это. Пифия, она то так сказала, то так сказала. Это интуиция. Интуиция, она всегда то так, то так. А вот внутренний голос всегда не преклонен. Всегда. Вот внутренний голос – это то, что мы говорим сущностное. А Пифия, она то так может, то так. То верит, то не верит. То получится, то не получится. Мне показалось, она его так раскачивала, чтобы он все-таки сам почувствовал и зажегся тем, что он все-таки идет. Вот смотрите, по большому счету, то же самое происходит с человеком. Если брать распахнуто и расхлопнуто, то личность, она не отдельно от источника. Она не противовес источнику. Она выполняет роль вот этого провокатора, побудителя, бунтаря, чтобы раскачать внутри этого сна. Но это, знаете, это когда, как говорится, большое видится на расстоянии. Пока с ней есть сцепка, она, к сожалению, играет в минус. То есть она уступляет в положение вещей, чтобы человек дошел до критической отметки разочарования. То есть непроявленное хочет проявиться. Оно заходит в определенную частоту, частоту проявленности. И вот есть это себя. И себя хочет взаимодействие. То есть появляется двойственность. Я и что-то, кто-то еще. Если у себя появляется тело, появляется форма, можете ли вы со всем остальным, о чем вы представляете, или думаете, или мечтаете, не иметь формы? Как вы будете взаимодействовать? Может ли оно не иметь формы? Ну, например, я Яна, я впадаю в форму. Я проявила в этом. И я хочу, например, с Шведей, с Машей, с Катей, со столом, со столом взаимодействия. А у них нет формы. Как бы я знала, что это? Вот как? Вот, например, просто стоят много миллионов коробок из мандиста. Стол, стул, дождь, ветер, жена, муж. Никак, никак. Тогда что появляется? В чем заключается тогда образ и подобие? Ну, по сути, формы-то эти я сам у себя создаю. Так. Прошит, так ясно, нет? Или неясно? На уровне концепции ясно, на уровне ощущений пока непонятно. Как это можно увидеть? Не, вот это вот непонятно. А кто хочет увидеть? Впоследствии чего вы будете это видеть? Как бы вы представили для себя, я иди увидеть как? Какой-то импульс электронов или что? Что это должно произойти? Как что вы хотите увидеть? Вы задаете вопрос, то, что внутри вас хочет увидеть, оно задает какой-то параметр. То есть оно как бы конкретно говорит, покажи мне конкретику, чтобы я мог удостовериться. Ну, как микросхема. Открываем, да, снимаем коробку, открываем, да, микросхема. Ага, ясно, вот это пошло сюда, импульс сюда, импульс сюда. Ага, тут разъединена цепь, ага, надо соединить. Это имеется в виду? Да. Тогда что это такое, что так хочет увидеть? Я не знаю, что это такое. Но кто внутри вас задает это и говорит, я хочу это увидеть, хочу понять. Ну, то же чувство, которое меня привело на прагу. Хорошо. Но ведь смотрите, вот вы сейчас взаимодействуете со своими ощущениями, да? И вы натыкаетесь на то, что сейчас пока в ощущениях у вас нет ответа. Вот вы остановились, остановились на уровне ощущений, но вы же как бы хотите именно мыслью дальше продолжить вот этот процесс понимания. Но процесс понимания – это не ощущение. Вот когда есть ощущение, потом уже возникает понимание. Это сущность-то уровень. Если есть понимание, в которое человек пытается ехать, это ментальный уровень. Здесь будет всегда подвох. Для того, чтобы прийти к ощущениям, нужно идти методом отротивного. Как я сейчас сказала, что если вы, будучи непроявленным, попали в проявленную чистоту, то есть вы по факту уже ведь ощущаете, что вы в проявленном, у вас есть форма. Это же не то, что кто-то вам сказал, а вы это ощущаете. Знаете ли вы кого-то, кроме себя, вот изнутри себя, своим телом, там, где вы дышите? Вот вы можете зайти в тело своего соседа, друга, мамы, папы? Вы просто их видите, да? Ну, как бы понятно, что вы можете их потрогать. Но в этом и заключается совершенство данной матрицы в том, что называется механизм, это два образа и подобие. Потому что если бы вы были один, расширенный человек, а все остальное были шарики, у вас не получилось бы с ними взаимодействовать. И вопрос, я так понимаю, кто стоит за всем этим? Да. Так. Вот смотрите, матрица, реальность или по-другому, территория сна. Тело принадлежит территории сна. Глаза принадлежат и работают на территорию сна. Кто заинтересован во сне показать, что это стол? Тело с глазами принадлежит матрице, территории сна. Соответственно, что могут видеть глаза только? Только ментальное матричное. Но внутри человека есть нечто, что незыблемо, что за пределами всего этого, то есть оно всегда существует. И его надо распознать в себе. То, что способно видеть сквозь, помимо того, что видит глаза. И смысл заключается в том, что если вы не начнете разделяться хотя бы в маленьком масштабе, вот есть понятие масштаб карты, да, в маленьком масштабе, один на один с собой, то вот эту глобальную махину вот так разобрать невозможно будет, потому что у вас инструмент вот этого разбирательства, он не сформирован. Вам нужно четко распределить внутри себя, ну, опять некрасивое слово, это ключунку, это сенсорику, чтобы с этим двинуться куда-то. Это как зубочистый на дракона, это не работает. Вот мне сейчас стало страшно, как-то, может быть, по-новому, потому что получается, что такая вот стройная система, она существует, но это как поволоконок глазах, может быть, раз, появится другой виртуальный мир, было бы здесь все по-другому, и я бы тоже это воспринимала нормально. Но внутри себя я остаюсь вот точно так же, то есть мою точку, мое тело никто не занимает, да. Ну вот раз картинку поменяли, и пришлось бы, допустим, с этим жить. Ну, не то, что вот есть кто-то другой, но вот оно так есть. И с этим ничего не сделаешь, не проверишь ничего. А чтобы проверить, кто должен создать проверяющий аппарат? Ну, это невозможно. Ну, это, опять же, кто, как бы, цензор-то, это все внутри меня. Да, а что внутри меня, чтобы с этим разобраться, посредством чего-то же надо это сделать? Да, получается, посредством каких-то ожиданий, сравнений, может быть, какой-то там информации. А так, не с чем сравнивать. А почему, например, изначально вам не приходит такой вот ответ, такое ощущение, что для чего-то же эта реальность создана, она создана только для того, чтобы сдавливать? Как бы, ну, сдавила, человек прозрел и ушел. Значит, сейчас самый важный аспект – улавливать, что такое вот этот диалог с личностью, которая постоянно что-то делает, говорит, губнит, провоцирует, подавляет, подавляет, раскачивает, расшатывает, приводит к дисбалансу. Сразу поясню, ни в коем случае не интерпретируйте так, что фильм «Матрица» – это истина в последней инстанции, там все надо вот пересмотреть, там вообще стопроцентные ключи. Там есть подсказки, как в любом информационном источнике, но только тотальный ответ, но всегда с собой. И поэтому наша задача – не то, что у меня есть ответ, а я с вами им делюсь, да, а в том, что мы вскрываем алгоритм отвечания самому себе, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой.